Валерий Седов Сегодня день ВДВ, 92-я годовщина. Рязань, как столица воздушно-десантных войск, традиционно празднуют по-особому с концертной и показательной программами. Цветы к памятнику легендарного командующего ВДВ возлагают временно исполняющие обязанности губернатора Рязанской области Павел Викторович Малков и начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова, дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова, начальник Рязанского территориального гарнизона Руслан Леонтьевич Евкодимов. Праздничный день для в Рио губернатора Павла Малкова и начальника территориального гарнизона начался с возложения цветов к памятнику легендарному дяде Васе Василию Маргелову, основателю воздушно-десантных войск. После на мемориал воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах. Цветы к вечному форуму возлагают на Рязанской области Рязанской области. Музей ВДВ встретил руководителя региона коллекции с более чем 50 тысяч экспонатов и множеством исторических фотографий, которые сделаны на важных этапах становления десантных войск. Да, это именно то, что спасает от их последствий, которые могут дети в обороне повторить на многое студенты. Практическую часть праздника по традиции проводят на стадионе «Спартак». Именно здесь своеобразные выставочные павильоны, образцы современной техники, вооружения и экипировки воинов-десантников. Сегодня значимый день для всей страны, но особенно он значим для нашего региона. Рязань – это столица ВДВ, это гордость нашего города. И в день воздушно-десантных войск, где всегда особая атмосфера. Сотни, да даже тысячи офицеров-десантников из разных уголков России приезжают на этот праздник. Из города, он, как и Рязанское училище ВДВ, для многих стал вторым домом. Десантники всегда впереди, всегда. История ВДВ берет свое начало в далеком 1930-м. Тогда, 2 августа, на территории Московского военного округа совершили первый прыжок с парашютом воздушные десантники – 12 бойцов Красной Армии. Спустя почти 100 лет к войскам ВДВ причастны около 150 тысяч рязанцев. Рязанские десантники добросовестно выполняют свой воинский долг, постоянно владевают профессиональными знаниями, совершенствуют свою выучку воинское мастерство, осваивают новые образцы вооружения и военной техники и с честью несут нелегкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению ее безопасности. За всю свою историю Рязанское десантное училище подготовило почти 50 тысяч офицеров. В состав вуза входят два факультета, 20 кафедр, несколько образовательных батальонов, сотни обучающихся, десятки тысяч выпускников. Явно говорят о том, что наша страна в надежных руках. На подшефную Рязанской области территорию в Новую Каховку, что в Херсонской области прибыли 20 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает сайт регионального правительства. Машины отправились еще 29 июля и прибыли в точку назначения без эксцессов. Содержание груза известно публично. Это литература, канцелярские товары, школьные рюкзаки и предметы гигиены, медикаменты, средства ухода за пациентами, памперсы для детей и взрослых. Кроме того, есть и продовольствие мука, крупы, макароны, детское питание, а также средства гигиены, бытовая химия и медицинские препараты. В сборе средств и товаров приняли участие как представители бизнеса, так и общественные организации и благотворительные фонды. С 1 августа в России увеличили выплаты некоторым категориям пенсионеров. Речь идет о работающих пенсионерах, у которых на лицевом счете в ПФР формируются дополнительные баллы за счет отчисления страховых взносов. Максимальный размер прибавки 314 рублей. Мера затронет 7,3 миллиона человек. Чего еще ждать от августа? Расскажем далее. Август для российских автомобилистов месяц особый. Он принесет как положительные, так и отрицательные эмоции. Ну, во-первых, резко подорожает сразу на 26% полис ОСАГО. Максимальная ставка теперь составит 7537 рублей в зависимости от автомобиля, водительского стажа и других факторов. Во-вторых, с августа усилен контроль над такси. Теперь к работе не допускают водителей, у которых не истек год со дня окончания срока лишения права. Службы такси обязаны предоставлять ФСБ удаленный доступ к базам данных. Еще одна новость возвращается. Тревожная кнопка Эры ГЛОНАСС. Автоваз уже начал выпуск первых автомобилей, оснащенных ею. С августа также стартовал полноценный запуск параллельного импорта автомобилей в Россию, а значит, стоит ожидать появления на российском рынке целого ряда громких новинок. В числе последних будут как китайцы, так и модели британских и немецких брендов, включая электрокары от Mercedes-Benz и Audi. С 1 августа в России можно пользоваться новым спортивным налоговым вычетом. Жители страны теперь смогут вернуть 13% расходов на секции и фитнес-клубы. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, установлена в размере 120 тысяч рублей. То есть максимальный размер такого вычета составит 15 600 рублей. Еще одно важное условие. Физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель должны быть включены в специальный перечень. Получить вычет можно будет и за детские занятия спортом. Для этого нужно приложить к заявлению копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, бумажные или электронные чеки об оплате, свои банковские реквизиты для перечисления денег и свидетельство о рождении ребенка, если вычет оформляется на детские спортивные занятия. С началом августа стало дороже оформление биометрического загранпаспорта и водительского удостоверения. С 3 августа пошлина за загранник вырастет на 1500 рублей, с 3500 до 5000. Увеличится и стоимость детского загранпаспорта с 1000 до 2500. Что касается водительских прав, то за оформление документа нового поколения придется заплатить 3000 рублей. За права стандартного образца пошлина останется прежней – 2000. С 1 августа у прибывающих в Сочи самолетом появился новый способ добраться до Анапы без пересадок. По данному маршруту начнет курсировать поезд «Ласточка», на который можно будет сесть прямо в аэропорту. Состав будет ежедневно выезжать в 12.48 и прибывать в 21.23. Обратно «Ласточка» отбывает в 5.30 утра и прибывает в «Адлер» в 13.39. В пути предусмотрены остановки на станциях «Адлер», «Хоста», «Сочи», «Дагомыс», «Лоу», «Лазаревская», «Туапсе», «Горячий ключ» и «Краснодар». С 25 августа вступает в силу поправки в федеральный закон об оружии, который уточняет основания для приобретения гражданского огнестрельного нарезного оружия. Ремонтировать его можно будет не только на заводе-изготовителе, но и в частных фирмах, получивших на это лицензию. А передавать им стволы теперь только по разрешению Росгвардии. Общее количество купленного охотничьего спортивного огнестрельного нарезного оружия, а также огнестрельного гладкоствольного, ограничили пятью единицами по каждому виду. При этом у одного человека не может быть больше десяти стволов в арсенале. Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. И снова поговорим о фальшивых купюрах. Их количество, по данным Банка России, идет на спад. Липовые печатники стали более избирательными. К доллару их интерес по понятным причинам упал, а вот с российскими купюрами они продолжают мошенничать. Поддельных пятитысячных стало меньше. По сравнению с прошлым годом – почти в половину. Правда, ажиотаж к красненькой это никак не уменьшило. Она по-прежнему у фальшивомонетчиков в особом почете. Но возросла и популярность двухтысячной. Их стали выявлять все больше. Всего с января по июнь выявлено 137 поддельных банкнот. Это на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждая вторая подделываемая банкнота – это пятитысячная купюра. 52 единицы поддельных банкнот номиналом 2000 рублей. 15 единиц тысячерублевых купюр. Три банкнота номиналом 500 рублей. Одна сторублевка. В какой-то момент у фальшивомонетчиков проснулась любовь к монеткам. На миг, ну, очень короткий, потому что за полгода выявлена всего одна поддельная пятерублевка. Популярность упала и у валют иностранных государств. Если за первые полгода 2021-го эксперты выявили 24 подделки, то в этом году только две. Сотрудники Центробанка напомнили, как отличить настоящую купюру от фальшивой. Это на просвет мы видим водяные знаки. На ощупь текстура букв, выполненных на банкнотах, немного отличается от основного состава банкноты. А также при изменении наклона купюры мы видим изменение цвета знака, изображенного на купюре. В помощь по определению подлинности есть приложение «Банкноты Банка России». Оно подсказывает, на какие признаки и у какой купюры стоит обратить внимание. В приложении есть все номиналы и их модификации разных лет, что сводит шанс быть обманутым на ноль. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 2 августа отмечают День пророка Ильи. Этот праздник посвящен самому первому святому, которого стали почитать на Руси еще в IX веке. Далее расскажем, почему в этот праздник нельзя купаться и в какие приметы о погоде верили наши предки. До христианские и ранне христианские славяне считали Илью повелителем дождей, молнии и плодородия. Его образ гармонично переплетался с образом к Бога-громовержца. Святому молились об избавлении от засух и хорошем урожае. А благодаря совпадению праздничных дат Илья Пророк ныне считается покровителем воздушно-десантных войск в России. Согласно Ветхому Завету, Илья жил в IX веке до н.э. в Израильском царстве, а родился в городе Фивы. С малых лет он посвятил себя Богу и ревностно защищал христианскую веру. Илья жил в пустыне, проводил время в посте, молитве и благочестии. За свою жизнь Илья сотворил немало чудес. Воскресил отрока сарепской вдовы, низвел на землю небесный огонь и даже говорил с самим Богом. За свою особую праведность и преданность вере Илья был вознесен на небо живым, в огненной колеснице. Христиане почитают Илью Пророка и молятся ему по сей день. Святого просят о богатом урожае, семейном счастье и решении денежных проблем. С давних времен в Ильин день было принято устраивать совместные застолья. Считалось, что в этот праздник нужно помогать бездомным и малоимущим, подавать им еду. По традиции верующие готовили мясные блюда, а также выпекали хлеб. Нередко такие застолья перерастали в народные гуляния и ярмарки с хороводами, песнями и плясками. День Ильи Пророка совпадал с завершением покоса сена и началом жатвы. В народе считали, что именно в это время заканчивается лето и начинается осень. Многие верят, что в Ильин день обязательно должна быть сильная гроза и ливень, а попасть под дождь считается хорошей приметой, будут обходить стороной все болезни. Согласно старому народному поверью, когда гремит гром, это Илья едет по небу на своей огненной колеснице. Считается, что в день Ильи Пророка нельзя купаться. На Руси верили, что в это время просыпаются нечистые силы, в том числе и подводные. Проводить Ильин день вблизи водоемов, а также ловить рыбу тоже нежелательно. Христиане верят, что и после дня Ильи Пророка купаться не стоит. Вода во всех реках становится холодной. Конечно, суеверия противоречат самой христианской традиции, но накрепко сидят в менталитете людей. Следовать им или нет – личное дело каждого. Верили в народе также, что травы, собранные в Ильин день, обладают особыми целительными свойствами. Их было принято заготавливать ранним утром, затем сушить и использовать весь год. Илья Пророк считается покровителем плодородия. В день памяти святого можно обращаться к нему с молитвами о семейном благополучии и детях. Это были все важные новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий лов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. С 1 по 6 августа. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова